МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Ангелина Губайдулина. Смотрите сегодня выпуски. Противодействие коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и еще ряд других вопросов рассматривали на заседании Межведовственного совета при главе Березовского района. День финно-угорских народов в Березово. 30 октября наша страна отмечает скорбную дату. День памяти жертв политических репрессий. Об этом и многом другом смотрите в нашем сегодняшнем выпуске новостей. Но вначале официальная информация. Аппарат Думы округа сообщает, что в югорском парламенте под руководством председателя Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Думы автономного округа Дмитрия Мизгулина и при участии спикера окружной Думы Бориса Хохрякова прошли депутатские слушания. Среди главных тем информация о прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2016 год и на плановый период 2017-2018. А также основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики региона на 2016 и на плановый период 2017-2018 годов. Характеристики закона о бюджете Югры на 2016 год. Среди прозвучавших в ходе депутатских слушаний рекомендаций предложено внести в Думу Югры проекты закон о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Продолжить работу по увеличению доходной базы регионального бюджета. Сдерживать рост расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффектов в будущем затрат, пересмотра приоритетности расходования бюджетных средств, а также повысить эффективность планирования программ, ответственность органов всех уровней за достижение четко сформулированных целей и конечных результатов. Кроме того, в связи с дефицитом югорского бюджета планируется увеличить резервный фонд, который послужит страховочным механизмом и позволит укрепить финансовую стабильность. Данная работа над бюджетом будет осуществлена в ближайшее время и завершена в конце ноября текущего года. Противодействие коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, исполнение представлений муниципального финансового контроля и иные вопросы антикоррупционного характера рассматривали на заседании Межведомственного совета при главе Березовского района по противодействию коррупции. Подробности в материале Вячеслава Селезнева. Мокрый снег за окнами зала заседаний – словно продолжение пасмурной погоды для желающих экспериментировать с антикоррупционным законодательством в сторону его нарушений. Очередное совещание по кругу обозначенных вопросов, задачи и, как следствие, пути их решения. Это абсолютно системное мероприятие. И задача совета – предупредить, не констрактировать факт, а предупредить возможные эти проявления во всех сферах деятельности нашего муниципального образования. И в области образования, и в области строительства, и в области оказания жилищно-коммунальных услуг. То есть, на мой взгляд, должен быть очень жесткий и четкий контроль. Четкость контроля в жесткости реагирования на действия отдельных лиц. В частности, особое внимание уделили дисциплине погашения жилищно-коммунальных платежей работниками предприятий, организаций, учреждений, проживающих в служебном жилье. Как показывает статистика, долг за услуги ЖКХ исчисляется не одним десятком тысяч рублей. Довольно-таки жестко мы с советом приняли решение, что даже не просроченная, а имеющаяся задолженность является основанием для расторжения договора служебного найма. То есть, человек, получающий служебное жилье, это очень люботное решение, да, это сложное решение, особенно в Березово, и которое не уплачивает еще и коммунальные платежи, вот это ни в каком здравом смысле не укладывается. Определенные выводы в части здравого смысла соблюдения законодательства очевидно заставляют сделать информацию об общей ситуации с коррупционными проявлениями на территории муниципального образования. К примеру, что касается достоверности сведений о доходах. Где чиновники отражают недостоверные сведения по факту своих доходов и расходов, принимаются меры реагирования, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности. Если по данным фактам прокуратурой не усматривается тенденция злостности, недостоверного предоставления сведений по причине невнимательности отражения доходов, то есть ли умысел в отдельных вопросах законности и приватизации жилья, будут устанавливать уже в судебной инстанции. Отвержено обвинительное заключение в отношении бывшего главы городского поселения Березово, который незаконно распоряжался служебными жилыми помещениями, давал разрешение на приватизацию данных служебных жилых помещений. В результате его действий органам местного самоправления причинен ущерб в размере 25 миллионов рублей. Прокуратурой района данной области уделяется особый контроль. Приняты меры к возмещению ущерба. В настоящее время ущерб возмещен на сумму 15 миллионов рублей. На сумму 8 миллионов рублей наложен арест в целях обеспечения иска прокурора района, который также предъявлен на всю сумму ущерба. Всего же с начала года на территории района зарегистрировано 11 преступлений, содержащих в себе коррупционные составы противоправных деяний. Следующее заседание Межведомственного совета намечено на декабрь 2015-го. Вячеслав Селезнев, Роман Тягунов, АТВ Березова. Продолжаем наш информационный выпуск. В районном центре досуга инородного творчества с участием как взрослых, так и детских творческих коллективов прошел вечер, посвященный Дню финно-угорских народов. Чтобы мероприятие было более интересным, помимо концертной программы, выступали финно-угроведы. На территории Березовского района проживает более 6 тысяч представителей финно-угорского мира. Ханты, макси, ненцы, зыряне. Сохранившие свою самобытность, уникальную культуру, колоритные обряды и танцы. Всего же в мире, по оценкам специалистов, проживают чуть менее 25 миллионов человек, относящихся к финно-угорской языковой группе. Научный сотрудник Обско-угорского института из Ханты-Мансийска Светлана Попова напомнила гостям праздника, что еще в 20-е годы прошлого века в Финляндии всегда было принято проводить форумы, посвященные культуре малочисленных народов Севера. Традиция прижилась и в России, правда, спустя почти 70 лет. Есть такой общий форум общения, как Всемирный конгресс финно-угорских народов. И главное, что этот форум всегда остается вне политики. Он помогает финно-уграм, проживающим в разных странах, встречаться, общаться, поддерживать культурные связи и знакомить друг друга со своими традициями. Вероника Абатова – преподаватель Березовской школы искусств. В районном центре живет уже несколько лет. Учит детей играть на домре. Но в рамках Дней финно-угорских народов она решила ненадолго сменить привычную домру на струн-инструмент коренных северян – Санквилтап. Я заметила, что когда играешь на этом инструменте, испытываешь некое такое замирание. Все внутри успокаивается, слушаешь мелодию, как звенят эти струны. Это очень интересно, и я думаю, что это на самом деле передает весь колорит национальности. Десятилетняя Варвара Табун уже три года занимается музыкой. На домре исполняет как народную, так и классическую музыку. А вот чтобы научиться играть мелодии на национальном инструменте, девочке потребовалось почти месяц дополнительных занятий. Оно похоже на балайку, только оно нежнее, и основа круглая, а не треугольная. Скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд в чем различие, в чем вот эти два инструмента похожи – Домра и Санквилтап? Они странные инструменты, щепковые. В рамках Дней финно-угорских народов в Березовском досуговом центре выступили два детских коллектива. С мансийским танцем оленят – воспитанники начальных классов, а вот с венгерским танцем уже были опытные и взрослые школьники. Мне понравились выступления детские особенно. Мне хотелось бы, конечно, побольше таких интересных концертов, где выступают лучшие дети, так как они маленькие, впитывают это все с малолетства. И думаю, что в концерте, когда они подрастут, они будут больше знать о культуре народов пантеонцев. Такие коллективы, как Изватас и Мамувем, Березянов знакомы очень хорошо. Вот уже более 20 лет артисты этих ансамблей участвуют в районных и окружных фестивалях, демонстрируя преданность народным традициям. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Почти час колоритного национального действия пролетел незаметно. И, как выяснилось, такая новая форма проведения Дня финно-угорских народов оказалась интересной и необычной. И прежде всего для самих представителей этих народов. Ведь до недавнего времени такой праздник проходил совсем по-другому. Я думаю, что приживется, наверное. Конечно, мы привыкли за чашкой чая. Как-то нам там было уютней, но здесь тоже неплохо. Опять выступили перед зрителями. Собирался народ, вот их ханты, манси, зыряне. И говорили, как бы, вот рассказывали друг другу о том, что происходит в мире, в финно-угорском мире, какие последние события, новости. И это было как бы в узком, небольшом, таком семейном кругу. Организаторы Дней финно-угорских народов пригласили зрителей активнее участвовать в подобных праздничных мероприятиях и впредь, чтобы вместе поддерживать культуру коренных жителей, сохраняя их фольклор и традиции. Сергей Чупыра, Роман Тягунов. Авторское телевидение «Березова». Сегодня, 30 октября, Россия отмечает скорбную дату – День памяти жертв политических репрессий. В истории нашей страны есть страницы, о которых горько вспоминать. Людские потери, понесенные в результате этих трагических событий, велики. В этот день принято вспоминать погибших в те страшные годы и обращаться со словами сочувствия ко всем, кто несправедливо подвергся преследованиям по политическим мотивам. В лагерях и ссылках эти люди сумели сохранить свои лучшие человеческие качества. Веру в людей и любовь к Родине, которую они сумели пронести через всю жизнь и завещать своим детям и внукам. До сих пор в нашей стране ведутся подсчеты жертв политических репрессий 30-50-х годов прошлого века. В поселке Березово этим вопросом занимается Алексей Вертков, научный сотрудник районного краеведческого музея. Эта страница очень грустная, очень печальная, очень трагическая, сильная. И вот один из поселков, где их рассеряли, были Лапары. То есть мансийское поселение, там же были немного вольных людей, которые проживали рядышком. На первый взгляд название деревни Лапары Березовского района звучит по-русски. На самом деле это мансийское название поселения – Лехпогор. Лех – дорога, погор, остров. Известно о двух поселениях с названием Лапары. В обоих поселениях в период коллективизации были созданы колхозы. А еще были Лапары для спецпереселенцев. Речь пойдет о русских Лапарах – поселке, организованном ссыльными переселенцами. Место, на котором строился поселок, находится в смешанном лесу на берегу узкого продолговатого залива. В пойме реки Малая Обь. Две улицы, домов и пашни рядом с поселком недалеко от берега. По четкому очертанию пашни можно сделать вывод о том, что землю раскорчевывали. В основном направлении – это поселок Лапары, поселок спецпереселенцев. Попутно еще, допустим, для себя новый узнал, что в инвесторе был основан спецпереселенцами. То есть это не очередной наш рабочий поселок, как и Гримм и какие-то другие нетрадиционные поселки, где жили Ханты и Риманси, или там Зыряни. А это поселок, который образовали спецпереселенцы. То есть вот как раз в те годы. Лапары тоже у нас такая белая страничка, про которую очень немногие знают. Раз этот поселок исчез, деревенька там сейчас, по-моему, один домик остался, кто-то промысловики, рыбаки, охотники живут, да. То есть тоже деревня исчезла, про этот поселок никто уже не вспомнит и не узнает. Беседа была посвящена памяти жертв политических репрессий. Жительница Магнитогорска Наталья Стаматова в девичестве Лаишевцева поделилась воспоминаниями о ныне уже несуществующем селении Лапары, благодаря чему появилась возможность более подробно узнать о жизни спецпереселенческого поселка, где прошло ее детство. Пять книг у нас в Магнитогорске выпустили, пять книг. Ужас, что творилось. Вот это все жертвы вот этих политических репрессий. Я удивляюсь, что вот столько народу здесь было, и вот этих репрессированных, раскулаченных, вывезенных, никто никогда не вспоминает, отчего обидно. Наталья Николаевна сейчас под 70, но она удивительно четко помнит всех жителей поселка. Пишет воспоминания для себя и потомков, чтобы знали и помнили, как жили в то время. Мне пришла мысль, я помню эти Лапары, вот мне Мария Семеновна говорит, как ты все помнишь, а детские воспоминания, они очень яркие. И я нарисовала эти Лапары, вот как я их помню, и оказывается, точно, все узнают вот эти дома. Там, конечно, не прорисовано все вот это по мелочи. Около каждого дома, это бараки были, на два, на четыре хозяина барак. Мы жили с бодинами, через стенку с Марией Семеновной, поэтому вот. Около каждого дома стояла, была печка, огороды были не разгорожены. Около дома, значит, около каждого дома был загон для коров. Там курево вечерами было. А чтоб коваров не было, перед дверями, в дверях ставили дымокур, ведро с дымокуром, он дымил. Несмотря на все пережитые горести и страдания, Наталья Николаевна не считает себя и всех родившихся в то время детей ссыльными. А Лапары навсегда останутся для нее малой родиной. Да, не ссыльные. Родители были ссыльные, а у нас это родина. Родина Лапары. И очень теплые воспоминания о Лапарах, потому что после войны, мы уже послевоенные, нам жилось хорошо. Мы были дети. Родители-то, конечно, с утра до вечера работали, а там что мы бегали, играли в лесу. И лес, вода, это наша стихия. Галина Маслакова, помогая в организации этой встречи, обзванивала своих знакомых. Одна из которых сказала, что не придет, несмотря на то, что об этом уже не страшно говорить. Слова старших навсегда отложились в ее памяти, а это лишь пример послушания. Нет, я не пойду. Вы знаете, мне не о чем даже говорить, потому что родители всегда боялись, и мама говорила, ты никому ничего не рассказывай, тебя ни в пионеры, ни в комсомол не примут, и как бы жизнь свою испортишь. Ну, вот это, наверное, отголосок оттуда еще. Репрессии против собственного народа в Советском Союзе проводились с 20 по 50-е годы прошлого века. Как рассказывают дети и внуки репрессированных, прошлое забыть невозможно. Случалось в той жизни и светлое, но это пришло гораздо позже, а поначалу было невразимо тяжело. Смерть самых дорогих людей, голод, гнет ссылки, бесконечная работа. Вы садили, вот, устроитесь, вот вам лес, река, поставили за горы, туда не ходите. И они вот здесь трудились. Мама вспоминала, что ее мама ходила на подденную работу, кому побелить, кому постирать, и ей танцы-то давали, детям приносила. В богатые манси держали коров, а молоко подойдет и кладберей повесит в ведерочке, рядом кувшичек. Она их научила, сделает им там творог, сметану, масло собьет, они довольны, ей что-то дадут у детей. Мама говорила, что вспоминала хлебом макаем, вот и простоквашей, и говорит, какая вкусная сметана. В стране пострадали от репрессий миллионы человек. Спецпереселенцы, несмотря на то, что их считали врагами народа, внесли неоценимый вклад в развитие рыбной и лесной промышленности. Занимались они и сельским хозяйством. Парники, ее бабушка показала, как делать, они сделали, навозом набили, горячей водой поливали и выращивали. Много очень огурцов было. Привозили березу целыми неводниками, продавали здесь на берегу. Ну и репу продавали, турнепс сажали там. Они сажали даже зерновые, аязимые и ировые, пшеницу, рожь, ячмень, овес. Там леспромхозовские были, ну как она говорила, мужики леспромхозовские, ходили весной и землю смотрели. Возьмут ладонь, опустят, ну так вот, на расстоянии метра. Если рассыпается, готова земля. Все, давайте завтра пахать. Если комком падает, не рассыпается, значит еще рано. И вот они так вот точно сажали, и у них все вырастало. А потом началась война, их забрали и на фронт. Вот. И уже план был, может быть, еще, кроме прочего. И по плану спашут лошадью, посеют, одна трава. Так и перестали сажать. А еще картошку они так развели. Она чистила там картошку, у людей там водила, помогала. А очистки с глазками приносила домой, и они их посадили и вырастили картошку свою в первой же вот. Стоит отметить, что в конце 80-х, начало 90-х годов, когда с темы сталинских репрессий был снят гриф секретности, стала известна правда о незаконно пострадавших жителях нашей страны. Крушили и ломали семьи, крушили сотни тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч жизней. Другое дело, что попали они на людей очень крепких, и которых даже эти жена не смололи. Людей, которые потом дожили до 90 лет, и которые на советскую власть не ругались. Они понимали, что на их судьбу выпало такие испытания. Их предкам выпадали война, кому-то доставало что-то другое. У всех была своя судьба, все умели стойко переносить тяготы и лишения, как в уставе воинской службы записано. Стойко переносить тяготы и лишения. Вот они как раз это умели, и вот этому нам можно у них поучиться, тому, чтобы те невзгоды, которые у нас встречаются, в нашей жизни были по большинству мелкие. Чтобы мы, по крайней мере, их-то переносили стойко. Я уж не говорю про ссылки репрессий, как досталось им. Когда голодные, холодные, они должны были по 2,5 кубометра в сутки выдавать леса спиленного. Для нас, я думаю, это практически нереальная норма. Они были покрепче и поумелее нас. Со слов потомков жертв политических репрессий, чрезвычайно важно, чтобы молодые люди были способны эмоционально сопереживать одной из величайших трагедий в истории России. Миллионам людей, погибшим в результате террора и ложных обвинений во время чистых 30-х годов. Юлия Макушина, Александр Елисеев, Владимир Чернышев, авторское телевидение «Березово». В течение всего года сотрудники ДПС проводят профилактические мероприятия среди учащихся по поводу детского травматизма. Каждое время года по-своему опасно и непредсказуемо. Например, зима таит в себе такие проблемы, как гололед и снег. И зачастую ребята просто из-за своей невнимательности не обращают внимания на собственную безопасность. Подробности в нашем следующем сюжете. Такие встречи проходят несколько раз в год, чтобы снизить детский травматизм, либо свести его к минимуму. Сотрудники ГИБДД по Березовскому району разъясняют ребятам принцип работы инспекторов дорожно-патрульной службы, знакомят их со специальной техникой и оборудованием. В этот раз ученики смогли ознакомиться с прибором учета скорости, с алкотестером, электрошокером. Также им пояснили, в каком случае и при каких обстоятельствах разрешено пользоваться теми или иными приборами. Жезл. С помощью него инспектор ДПС регулирует дорожные движения, останавливает травонарушителей. Второе. Это, конечно, кто-то там правильно сказал, шокер. Это уже крайняя мера принуждения к тем людям, которые очень плохо себя ведут. Все это вызвало живой и неподдельный интерес у ребят. Затем они осмотрели, а кое-кто и примерил, обмундирование в виде каски для экстренной защиты сотрудников ДПС. Кроме того, на все волнующие их вопросы школьники получили исчерпывающие ответы. В первую очередь данное мероприятие проводится нами для того, чтобы дети осознавали, понимали, для чего вообще нужны в органах, в системе внутренних дел наши службы. Происходит разъяснение также детям правил дорожного движения в первую очередь для обеспечения их безопасности. Это повышение престижа службы, потому что, ну, я так считаю, что дети, посмотрев со стороны, прививая себе уважение к органам внутренних дел с раннего возраста, в дальнейшем вполне возможно выберут себе профессию именно связанную со структурами внутренних дел. Не обязательно, конечно, дорожно-патрульная служба. Ну и наши встречи в первую очередь направлены для того, чтобы дети более эффективно могли использовать полученные навыки на дороге, так как они являются непосредственными членами нашего дорожного движения и, к сожалению, не всегда законопослушными они членами этого дорожного движения являются. Надеемся, что данные встречи будут наши регулярные и эффективность их будет состоять в том, что у нас, наконец-то, либо совсем не будет, либо до минимума возрастет детский травматизм. Как показывает практика, подобные встречи существенно влияют на снижение детского травматизма не только на дорогах, но и в повседневной жизни. Ангелина Губайдулина, Владимир Чернышев, авторское телевидение «Березова». 10 декабря Ханты-Мансийский автономный округ отмечает свой 85-летний юбилей. Чем дорога самая северная территория Югры, мы спросили у известных в Березовском районе людей. Я сюда приехала в марте 73-го года, это уже 42-го года. Ну, если говорить в общем о поселке, то что можно было сказать? Это было абсолютное бездорожье. У нас в центре поселка тонул, весной, осенью тонул трактор до самой кабины. Улицы были неосвещенные, дома в основном старые, которые уже подлежали сносу. То есть, вот такое первое впечатление. Ну, сейчас говорить о поселке, это поселок городского типа. Ну, а что касается меня самой, вот что округ дал для меня. Ну, вот я приехала, мне было 36 лет, 42 года я здесь работаю. Я уже могу считать, что это моя вторая родина, поскольку там, где я родилась и работала раньше, я бываю редко. Мне здесь нравится в округе. Вот говорят, что север притягивает. Наверное, так и есть. Чем притягивает? Не знаю, чем. Ну, люди здесь хорошие. Вот округ стал, конечно, близким, родным, поэтому комфортно, хорошо. И в продолжении темы. Старейшины. Это самые опытные и мудрые люди, обладающие большим жизненным опытом, знанием традиций и обычаев. В нашем районе таких немало. Одними из них являются Кирилл Егорович и Лидия Перфиловна Семяшкины, которые внесли значительный вклад в развитие поселка и района в целом. Подробности в нашем следующем сюжете. Кирилл Егорович родился 1 июля 1931 года, а Лидия Перфиловна 20 марта 1930 года. Они прекрасно помнят то тяжелое время, когда началась война. Когда еще совсем маленькие помогали своим родителям смотреть за младшими братьями и сестрами, вести хозяйство. Сейчас они вспоминают те годы уже спокойно, без особых эмоций. Но в душе все еще осталась память о холодных и голодных днях 40-х. Началась, когда война, значит, поздно вечером, тогда радио не было, катер пришел, такой культурник ходил, катер. Значит, как отец был офицер запаса, в этот же вечер мы узнали, что начало войны, и отца в это время взяли. Вот это я хорошо помню. Мне уже было, ну, 11 год пошел. Вот так. Ну, началась война, все, значит, мы быстро взрослели дети, сами знаете. Я был самый старший, вот, и пришлось вкалывать. Как вспоминает Кирилл Егорович, работать приходилось даже детям. В конце войны родной дядя обучил его ремесло охоты. И тогда уже 15-летний Кирилл успешно начал заниматься этим ремеслом. Позже служил в трудармии, затем был мобилизован в лес промхоз, где и встретил свою будущую супругу Лиду. Вот я уехал в Алтатум, возил в лес. Вот там эту девушку встретил. Она приехала как раз работать в детсад. Вот, в детсаде, значит. Ну, встретились, ну, как обычно, сами знаете, что сейчас объяснять. Понравилось, я понравился. Три месяца продружили. В марте месяце мы сделали свадьбу 15 марта 50-го года. Значит, ей было 20 лет, а мне было 19 лет. После службы в армии через некоторое время его избрали секретарем комсомольской организации, а затем и председателем поселкового совета. Позже стал председателем колхоза в Березово. Оттуда ушел на пенсию. На пенсию ушел, вот стали строить дом, в котором сидим. С сыном, ну, сыновьями. Сегодня у Читы Семяшкиных пятеро детей, семь внуков и восемь правнуков. Их по праву можно назвать ровесниками Югры. Ведь именно они помнят, как начиналось становление района. Мое вот понятие, вот, я как старый опытный человек, ведь я встречаюсь-то с людьми пожилыми, и раньше встречался. Ведь руководить, допустим, большим хозяйством, надо со стариками дело иметь. Они очень много знают. Черпать-то тут и надо, хорошее-то. А плохое убирать, хорошее черпать. Только так пойдет дело. Будучи в таком почтенном возрасте, Кирилл Егорович до сих пор бывает на рыбалке, любит охоту и еще пишет картины. Ангелина Губайдульна, Владимир Чернышев, авторское телевидение «Березово». И в заключении выпуска следующая информация. Региональное управление Федеральной службы безопасности России по Тюменской области с 15 сентября этого года и по 1 марта следующего проводит прием кандидатов, желающих поступить в образовательные учреждения ФСБ России пограничного профиля на потоки подготовки по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. Кроме того, производится набор на военную службу по контракту пограничную службу ФСБ России. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 345 2 29 25 40 либо по адресу город Тюмень, улица Советская, дом 40, отдел кадров. В студии для вас работала Ангелина Губайдулина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова